У выпускников Шинкента проходит первый этап сдачи итоговой аттестации. В течение трех часов учащиеся в 11-х классах пишут эссе. Оно должно содержать не менее 250 слов. Несмотря на то, что школьники находятся на заслуженных летних каникулах, для старшеклассников сегодня наступил первый день сдачи итоговых аттестационных экзаменов, которые впервые проходят в школе. В присутствии аттестационной комиссии был скрыт конверт с темами. Из 102 утвержденных в нем не более 10 тем. Среди них как курс в школьной литературе, так и свободная тема. Сегодня я выбрал свободную тему «Активная жизненная позиция. Старт и успех». Так как с 13 лет читаю психологию и увлекаюсь бизнесом, поэтому выбрал эту тему. Я что-то из своей жизни, что-то из своего опыта, что-то об общем понятии про бизнес. Написал 299 слов из 300, возможно. Эссе от сочинения мало чем отличается, признаются 11-классники. И в том, и в другом случае это выражение собственных мыслей. Тогда чем обусловлено такое нововведение? Если до сегодняшнего времени мы писали сочинения, то в этом году по-новому это эссе, это веяние времени. Если раньше на ЕНТ ребята, вернее, результатом многолетнего ЕНТ наши дети немножко разучились говорить, то именно эссе развивает в детях это развитие речи, умение мыслить, логически выражать свои мысли, делать выводы, рассуждать. Следующим экзаменом для выпускников Шимкента станет решение пяти заданий по алгебре и началу анализа. На это отводится пять часов. Экзамен пройдет в городских школах 2 июня, а сдача всех пяти экзаменов должна завершиться в школах до 9 июня.